Добрый день, уважаемые пчеловоды! Сегодня 14 июня, воскресенье, я вам расскажу о своей технологии, почему я заключаю в отводках маточек в клетку. Вот этот прием, он присутствует в моей технологии. Дело в том, что многие пчеловоды пользуются этим приемом, заключают маточек в клетку для чего? Для того, чтобы увеличить медосбор. И я тоже использую этот прием. Суть его такова. Если заключить маточку в клетку на определенный промежуток, я это делаю до 10 дней, примерно 9-10 дней, заключаю, то получается, что маточка яйца не ложит, открытого расплода там уже нет за этот период, а что был открытый расплод, он уже запечатан. И пчелы не кормят открытый расплод, то есть они не ухаживают за открытым расплодом, то есть не отвлекаются от основной работы, от главного зятка. А у меня маточка заключается перед главным зятком. А все пчелы рабочие, они переключаются на медосбор, на сильные медоносы, именно в июле месяце, когда идет главный взяток. Вот для чего заключается маточка в клетку. Но у нас же работает две маточки. Как бы одна вот в отводке заключается, а вот маточка в основной семье, ее заключать в клетку нельзя. Почему? Потому что известно, что в июле месяца и в августе выходят молодые пчелы. И эти пчелы уже, они пойдут в зиму. Нельзя, чтобы их ограничено было количество. И ограничивать, поэтому ограничивать маточку червления в гнезде, вот молоденькую эту матку, ни в коем случае нельзя. Кроме того, она работает, эти пчелки выходят, часть пчел, они работают и на медосборе. Пчелы из отводка, там старые пчелы, они работают на свой корпус, а молодые, я уже говорил вам, молодые пчелки из отводка, они через решетку проникают, проходят вниз в корпус гнездовой, где работает молодая маточка. И эти молодые пчелы, они помогают ей, замещают старых, ухаживают за расплодом. А уже рабочие пчелы, уже возрастные пчелы, они летают за нектаром в поле, работают в поле. Понимаете, вот такое получается разделение у них, у пчел, по работам. А мы, как пчеловоды, немножко помогаем разделить эту работу. Вот. Если пчелы работают интуитивно, у них такой инстинкт, то мы, зная это, мы немножко корректируем, помогаем им, как бы направляем эту работу. Этим самым, что заключаем в клеточку матку, что не ограничиваем матку в гнездовом, этим же самым мы регулируем эту работу. Поэтому пчеловод может оказывать какое-то влияние на семью пчел для своих благ, для увеличения медосбора, но не навредя этим пчелам, не нарушая им их ритм работы. Ну, когда у нас наступает главный медосбор, а это где-то в начале июля, то у нас вот получается такая ситуация. В основном отводки весь расплод закрытый, вот пчелки выходят, если старые пчелы на бедосборе изнашиваются, погибают, то тут же из расплода в отводке и из расплода в гнездовом корпусе нарождаются молодые пчелы, как бы они замещают, и этот процесс такой получается непрерывный. И медосбор интенсивно собирается этими пчелами. Принято считать, что нельзя ограничивать маточек в клетках больше двух недель, если медосбор медосбор длинный, длительный, в течение месяца, ну, допустим, как вот подсолнух цветет, он продолжительно цветет, значит, нельзя ограничивать больше двух недель. Ну, в нашем случае у нас в июле медосбор непродолжительный, где-то сильный такой, две недели продолжается, потом он как бы сходит на нет, спадает уже его интенсивность. Даже если бы он был бы и длительный, то нам все равно это не страшно, потому что отводок, он все равно, в конце концов, пчелы отводка в течение месяца как бы погибают. Вот, но у нас работает основная семья, где маточка не ограничена, весь упор делается на основную семью, на эту маточку молодую, которая постоянно пополняет молодых пчел, и все эти пчелки, вот, они пойдут уже в зиму, они будут постепенно накапливаться, эти молодые пчелки, поэтому здесь вот в этом нарушении никакого нет. И пчеловод как бы и к зиме подготовится хорошо, у него большая масса пчел разновозрастных, которые будут работать и на переработке сиропа в зиму, вот, и молодых очень много пчел, которые пойдут в зиму, также и много пчел, которые на бедосборе в июле работают, понимаете, вот здесь нарушений таких никаких серьезных нет, поэтому все здесь нормально, пчелы не болеют, собирают усиленно, значит, на бедосборе работают усиленно, одновременно готовятся в зиму, вот это такой сложный период, вот, июльский, августовский, такой сложный период, ну, здесь все как бы все в норме, вот, ну, учитывая то, что маточка в отводке была ограничена, тем не менее, все здесь нормально, получается нормально, вот, примерно я вот рассказал вам, почему я ограничиваю маточку в отводке в клетку, и как это дальше продолжается, вот, этой жизнь семьи, большой семьи уже и дальше. Ну, вот, чтобы вопросов больше у пчелаудов не изникало, можете, вот, смотреть это видео, и, если что непонятно, в комментариях задавайте вопросы. до свидания, до скорой встречи. привет, тебе worked это видит! Ты